По книжным меркам Конституция Татарстана небольшая. В ней 7 разделов, 4 главы, 126 статей. Именно этот документ, как отмечают, стал надежным фундаментом республики. Конституцию приняли на сессии Верховного Совета Республики. За основной закон Татарстана парламентарии проголосовали практически единогласно. Принятая сегодня Конституция, первая в нашей истории, идущая от интересов республики. Она создавалась не по щей-либо указке, а базировалась на воле изъявлений народа, выраженного в декларации и на референдуме 21 марта 1992 года. Конституция отразила всю уникальность Татарстана. Был установлен статус республики, институт президентства, получили равноправие государственные языки, дана свобода экономической деятельности. Отклини в республике Татарстан 6 ноября будет отмечаться как День Конституции Республики Татарстан в соответствии с нашим решением. Сегодня праздник, и я поздравляю вас и всех жителей республики с этим праздничным днем. И сегодня мы убеждаемся, что мы поступили верно, приняв такой длительный перспективный, на длительный срок Конституцию, которая объединила многонациональный народ, создала условия для развития каждого и сохранили хребтовые отрасли экономики нашей республики, народного хозяйства, поддержали культуру. Над текстом Конституции работали больше семи месяцев. Была сформирована Конституционная комиссия. Ее возглавил Ментимер Шаймиев. Ученые и правоверы изучили лучший мировой опыт. Мы были практически первопроходцами. Мы в ходе работы Конституционной комиссии просмотрели целый ряд Конституции демократических стран Европы, Соединенных Штатов. Но мы взяли оттуда общие принципы. В Конституционную комиссию входил и фандас Сефиуллин. В наших архивах сохранилось его интервью, где он рассказал, как предложил восьмую статью и ее приняли. В республике Татарстан пропаганда войны запрещается. Эта статья единственная такая, подобная статья в мире, среди всех Конституций мира. Принцип отказа от насилия и войны для решения споров между государствами, народами. Принятая Конституция ознаменовала принципиально новый этап политического и социально-экономического развития республики. Она выступила и надежным правовым фундаментом при принятии Конституции страны и при образовании во всей Российской Федерации. Татарстан продолжает задавать некий нравственный вектор, которому следуют другие. Эти слова принадлежат Бурбулису Геннадию Эдуардовичу, который занимал второе место после самого Ельцина в его администрации. Это его слова. Мы действительно и сегодня остаемся вот таким примером, которому следуют другие. Это экономика наша. Она развивается успешнейшим образом. Высшей ценностью Конституции Республики была провозглашена свобода человека. Основной документ объединил многонациональный народ Республики и стал служить главной цели – повышению благополучия граждан. Что дало Татарстан Конституции? Светлое будущее. Ну как, живем и все хорошо. Способствует изучению языка родного. Имеем, так сказать, свое веское слово, как республика. Самостоятельная республика стала. Если взять, посмотреть на город, каким он был и каким он стал, это результат чего? По-моему, это и есть результат Конституции. Базовый принцип основного закона выдержали испытания временем и спустя три десятилетия остаются актуальными. Конституция Татарстана способствует динамичному развитию республики, сохраняет и укрепляет межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. Дмитрий Аринин, Алмаз-Зеединов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100.